Нескромный завтрак, ни будничный обед, ни праздничный ужин не обходится без него. Хлеб всему голова. И это снова доказали на втором черноморском форуме по хлебопечению. Там обсудили значимость жизненно необходимого продукта, а также развитие хлебопечения и кондитерского производства на полуострове. Теперь и наши корреспонденты знают, как испечь булку вкусного хлеба. Участники форума смогли окунуться в атмосферу настоящей мастерской по выпечке хлеба и узнать тонкости профессии мастеров. Это лепка из теста. Ей можно декорировать разные пироги, караваи. Также оно все, если из соленого теста выпекать, то оно долго хранится и можно делать из них разные подделки. В основном это идет как на украшения. Собрались на мероприятие не только те, кто в дальнейшем планирует связать свою жизнь с производством хлебобулочных изделий. Есть здесь и профессионалы, которые уже успешно доставляют зерновую пищу на столы крымчан. Стараемся работать, как говорится, еще раз, на всем натуральном. И технологии у нас, будем говорить, на этом основаны. Мы не выпускаем, мы не можем выпустить хлеб за два, за полтора часа. Мы выпускаем хлеб, приготовление хлеба от замеса до выпуска, это 6-8 часов. Вы понимаете, все выбраживается, так как положено, ничем это не сдабривается, не ускоряется. Одним из актуальных вопросов дня стало развитие фермерских хозяйств. Крымские специалисты уверены, успех либо печенье на полуострове зависит от местных производителей. Если мы сегодня уничтожим нашего фермера, мы завтра уничтожим село и завтра уничтожим нашу землю. По большому счету, я понимаю, агрохолдинги могут прийти, но все равно это не то. Кроме обсуждения текущих вопросов, участники форума ознакомились с выставкой хлебобулочных и кондитерских изделий, технологическим оборудованием, сырьем для производства. Несмотря на обилие крымской продукции, республика еще далека от передовых мировых рынков. Основной акцент, который хотел бы мне увидеть в векторе развития именно этого производства, это, прежде всего, повышение качества и снишение себестоимости. К качеству в последнее время никаких проблем и жалоб как таковых нет. Вот вопрос ценообразования. Участники подписали и ряд важных соглашений о сотрудничестве. Крымчане готовы представлять интересы республики на материке. Это подчеркивает важность этой отрасли, нужность. И как базовая, как фундаментальная. С другой стороны, мы нашли полное понимание с министром сельского хозяйства. Будем помогать, лоббировать интересы пекарей и кондитеров и мукомолов в республике Крым на федеральном уровне. Второй Черноморский форум будет работать два дня. Его участники обсудят технологические вопросы производства и откроют ярмарку хлебобулочной продукции на главной набережной города. Александра Носова, Анна Пескунова. Время новостей. Ялта.